Я хочу сказать, что сегодня на самом деле такое очень знаковое событие, потому что вчера мы объявили конкурс на проектирование и строительство лужников. То есть мы приняли решение о том, что будем проводить конкурс на единую управляющую компанию с целью экономии времени и средств. Потому что если мы пойдем в стандартные процедуры, скажем, сначала конкурс на проектирование заказчика, потом на строительство, то мы уже не укладываемся в нормативные сроки строительства. Поэтому мы в целях сокращения сроков приняли решение проводить единый конкурс. Вчера объявили об этом конкурсе. Цена реконструкции мы объявили стартовой 20 миллиардов рублей. Она невысокая относительно первоначальных наших планов. Если мы изначально планируем бюджет более 30 миллиардов на эту работу, то сейчас мы, посчитав, взвесив все наши возможности, считаем, что мы до 20 миллиардов уложимся в данную реконструкцию. Итоги конкурса будут подведены уже 12 декабря. Что мы планируем сделать на данном стадионе? Во-первых, он будет реконструирован с точки зрения увеличения посадочных мест. Если сегодня это 78 тысяч посадочных мест, из них порядка 10% посадочных мест имеет плохой обзор, то по новым требованиям здесь будет 81 тысяча посадочных мест. Мы планируем сохранить крышу. Это было непростое решение. Если посмотреть сейчас на крышу, то мы планируем ее сохранить. Будут заменены отдельные элементы и будет дополнительно вот так наращен козырек в разных местах от 8 до 14 метров. На самом деле, это была поставлена задача и с точки зрения для того, чтобы сохранить основной вид стадиона, и была задача поставлена для того, чтобы сохранить и основные средства при реконструкции стадиона. Будут сохранены основные стены. Значит, фактически фасад не будет меняться, он будет приведен в порядок, где-то будет почищен, где-то появится дополнительное остекление, но в целом фасад будет сохранен, что тоже является для нас исторически знаковым, важным, чтобы сохранить основной вид стадиона. Значит, будут разобраны практически все трибуны. Значит, трибуны нам не удается сохранить, потому что, во-первых, тогда не получается вместимость. Во-вторых, сегодняшнее расстояние между трибунами не соответствует требованиям FIFA. Это 750 мм сегодня, а положено 800. Значит, будет добавлено целый ряд, если посмотреть вот так вот по ярусу, будут добавлены дополнительные места, скажем так, для более комфортного просмотра. То есть у нас добавляется и количество мест, и добавляется количество комфортных мест, что тоже является требованием FIFA. В данном случае все вот эти вот платформы будут, все вот эти посадочные места будут разобраны, стены будут укреплены. Значит, на время проведения работы трибуны будут приближены ближе к полю. Это тоже требование FIFA. Вы видите, что сегодня расстояние между полем и трибунами достаточно большое. Фактически сейчас это расстояние будет сокращено. Будут предусмотрены 300 мест для маломобильных граждан, которые специально по специальным пандусам могут присутствовать, заезжать на территорию стадиона и участвовать в просмотре игр. Будет предусмотрено более 6 тысяч мест для прессы, потому что проведение чемпионата мира – это событие, которое освещается очень широко в мире. Поэтому есть обязательное требование по количеству мест для прессы. Каждое место для прессы состоит из трех отдельных мест, где можно, то есть каждое рабочее место – это три фактически посадочных места. После проведения чемпионата мира места для прессы будут уменьшены, и на их месте, где были места для прессы, будут места для обычных наших болельщиков. Значит, также увеличится площадь под пространство, которое под трибунами. Если сегодня у нас общая площадь стадиона составляет порядка 87 тысяч квадратных метров, то в откорректированном задании общая площадь стадиона с учетом под трибунного пространства будет 166 тысяч квадратных метров. Будут добавлены дополнительные места, дополнительные раздевалки, дополнительные места для организации питания, дополнительные места для проведения пресс-центров, ну и целого ряда еще мероприятий. Мы считаем, что добавим ряд еще площадей, которые повысят привлекательность данного стадиона. Потому что, кроме того, чтобы провести чемпионат мира, очень важно, чтобы потом стадион был востребован, и чтобы он имел определенный уровень окупаемости для того, чтобы себя содержать. Значит, кроме того, мы сейчас готовим проект по замене инженерных коммуникаций. Вообще, в свое время весь комплекс Лужники готовился к Олимпиаде 80, и сети практически с тех пор не менялись. Поэтому достаточно большой объем идет по реконструкции сетей. Мы сегодня готовим проект, это будет отдельным проектом. Мы фактически все сети на территории Лужников будут, фактически все сети будут изменены. Также очень важно вопросы связаны с транспортным обеспечением. Согласно тех требований, которые сегодня ФИФА нам предъявляет, мы должны порядка 200 сделать парковочных мест в составе комплекса. Они будут в подтрибунном пространстве. Должно быть порядка мест для 70 автобусов, но и порядка 4000 мест в радиусе вокруг Лужников, где 4000 мест, где могут разместиться дополнительно автомашины. Но основной упор и основной поток болельщиков, мы считаем, будет осуществляться за счет общественного транспорта через метрополитен. Вот в целом такие основные показатели, которые мы планируем. Марыш Кижанович, вопрос, останется ли это чисто футбольный, станет трибуной, или все-таки арена будет предполагать проведение легкоатлетических соревнований? Значит, при проектировании в данном случае это требование в ФИФА, это будет чисто футбольный стадион. Но в то же время мы при проектировании трибуны стадиона закладываем возможность в будущем, при необходимости его трансформировать в стадион, на котором можно проводить легкоатлетические мероприятия. То есть это будет трансформер? Мы специально в местах, где трибуны, закладываем такие закладные, что при необходимости можем допроектировать и разместить здесь трансформер. Встанет со старыми креслами и правда ли, что поле планируется опустить на 8 метров? Значит, никакого опускания поля не будет. Это, кстати, было одной из самых сложнейших технических задач, потому что добиться, ведь если вспомнить историю, по требованиям, которые у нас были подписаны с ФИФА, мы должны были 89 тысяч мест обеспечить. Для того, чтобы обеспечить 89 тысяч мест, мы действительно должны были поле углубить максимально, потому что другого технического решения не было. Но учитывая, что рядом Москва-река, здесь близко грунтовые воды, поэтому мы не могли на это решение пойти. Поэтому сегодняшнее решение не предполагает заглубление поля. И мы огромную работу провели с ФИФА. Надо сказать, что Сергей Семенович Собянин лично занимался этим вопросом. Мы провели ряд встреч с руководством ФИФА, Министерством спорта, наша дирекция по проведению Чемпионата мира. Мы специально летали в Бразилию посмотреть, как была осуществлена реконструкция стадиона Маракана. Это тоже действующий стадион, который реконструировали. Мы специально посмотрели все технические решения. И сегодня проектировщики наняли немецкую фирму, которая занимается реконструкцией стадионов, которая, в общем-то, нашла техническое решение, согласно которой стадион поля не будет заглубляться. А вообще, надо сказать, что мы фактически уже три месяца с ФИФА работаем самым тесным образом. И техническое задание, которое мы объявили на проведение конкурса, оно согласовано с ФИФА. И все требования, которые сегодня есть в заявочной книге по ФИФА, они все будут учтены в новом проекте. Вообще, мы очень благодарны ФИФА, что они нам пошли навстречу, потому что, ну, вы сами понимаете, вот такую красоту сносить, наверное, ни у кого рука не поднялась бы. Кресла, кресла, все, вот это все под трибунное пространство будет снесено. И будут построены новые кресла, скорее всего, со сборного железобетона. И они будут, безусловно, новыми. Но я скажу честно, мы еще не решили, что будем делать с креслами. Можно вопрос? Вы сказали, что победитель, это будет компания, которая объединит одновременно и проектировку, и уже работу непосредственно. Скажите, по вашему мнению, сколько у нас в России компаний, которые смогут осуществить это все, тем более, что стоимость проекта довольно высокая? Я хочу сказать, что проект на самом деле крайне сложный. Крайне. Вот если мы проанализировали подборку реконструкции всех стадионов, которые в мире делались за последние 20 лет, и могу сказать, что наш проект один из самых сложных технически. И сроки очень короткие, потому что мы должны уже к 1 мая 2017 года иметь готовый стадион для проведения предварительных соревнований. Поэтому сроки очень напряженные. И я хочу сказать, что, наверное, 3-4 компании потенциально, кто может выступить как управляющая компания. Тем более, что цена, ведь если вы слышали, мы рассматривали разные варианты. Когда мы сделали первый вариант строительства стадиона на 89 тысяч мест, его стоимость была предварительно 35 миллиардов. И это была тоже одна из причин, почему мы так активно занялись пересмотром, потому что 35 миллиардов мы не готовы были платить. Вот. Я думаю, что 3-4 компании. Это российские компании? Я думаю, это и... Здесь ведь, понимаете, очень важно и проектирование организовать, и строительство, да? Совместить все виды работ. Ну, я думаю, что это могут только либо российские компании, либо иностранные компании, которые работают на российском рынке. Мы тебя обобщались с декабря. Мородчик, Леонид, 12 декабря уже подведение итогов. Вас не смущает, что это столь короткий срок? Срок нормальный. То есть за это время все равно можно? Да, конечно. Срок абсолютно нормальный. Техническое задание прописано подробнейшим образом. То есть сегодня укрупненно обсчитать. У нас откуда цена 20 миллиардов появилась? То есть мы фактически для себя вот эту работу по оценке всей стоимости провели силами нашего государственного заказчика. А вокруг стадиона вот старые эти здания, торговые центры и прочие снизу? У нас часть помещений. Значит, у нас торговых центров здесь нету. Значит, часть помещений. Во-первых, у нас определен периметр вокруг лужников, который мы обязаны обеспечить для проведения безопасности матчей. Значит, этот периметр тоже согласован с ФИФА. Мы его будем делать в рамках реконструкции стадиона. Будут дополнительные кассы. Будет построен дополнительный мультимедийный центр для проведения. Это тоже обязательное требование ФИФА. Ну и ряд объектов, которые сегодня есть, они будут на территории, самой территории лужников, реконструироваться силами ОАО «Лужники». То есть мы провели разделение, что большую арену, значит, с прилегающей территорией и подводящими сетями мы делаем за бюджет города. И на это средство выделено. Все, что остальное на территории лужников, будет делать ОАО «Лужники» с учетом привлеченных средств. Нет, стопроцентная реконструкция за счет средств московского бюджета. Скажите, реконструкция за счет средств московского бюджета. Федеральный средств здесь не предусмотрен. Скажите, а город уже общался с потенциальными претендентами? Вы знаете, ряд компаний проявляет интерес, уже фактически с лета ряд компаний, они интересуются, они ждут итогов. Поэтому, когда мы говорим, что срок короткий, все, кто сегодня интересуется этим объектом, они уже предварительные расчеты все сделали. Поэтому целый ряд компаний проявляет интерес, я думаю, что они заявятся в конкурс. У нас проявлял интерес компания «Аркс» совместно с итальянской компанией «Кодеста». Значит, у нас проявляет интерес компания «Айком», которая сегодня занимается в том числе и управлением стадиона «Спартак». Значит, наверное, будет заявляться наша компания «Городская Мосинжпроект». Она подходит на функции управляющей компании, у них большой опыт и компетенции, связанные с метрополитеном. Будут, наверное, заявляться, я думаю, что будут заявляться, во всяком случае, присматривались. Компания «Монарх» интересовалась очень серьезно этим объектом. Ну, то есть, есть вот такие очень предварительные пока разговоры, но потерпите 20 дней, и все будет понятно, кто, конечно, в итоге заявится и кто выиграет. А за счет чего площадь вырастет с 80, под трибунное, до 162? Под трибунное пространство. Внимание, за счет чего? То есть, если ничего не происходит? Нет, ну вот посмотрите даже чисто визуально. Вот сейчас мы вот это все будет снесено, все будет приближено сюда ближе. Но, конечно, приблизь появится дополнительная площадь. И потом у нас достаточно большой объем был неотапливаемых помещений. Сейчас у нас площадь отапливаемых помещений увеличится. Порядка где-то на 30 тысяч увеличивается площадь отапливаемых помещений. Нет, градус будет изменен, он будет более пологим за счет приближения. Одна из основных причин, которые FIFA нам не согласовывала, это как раз уклон. Потому что у нас на сегодняшний день 15% мест для болельщиков не соответствует требованиям по просмотру. То есть, ну, условно, а тут сверху очень неудобно смотреть и очень плохо видно. И еще один момент, мы считаем, что все-таки, скорее всего, мы сделаем большой экран. Сейчас мы тоже его, он в техническом задании у нас есть. Если сегодня вот у нас два экрана, то мы просматриваем вариант либо по периметру, либо два вот друг напротив друга, они тоже в техническом задании предусмотрены. То есть вот на этом козырьке. Я хочу сказать, что в свое время большое спасибо нашим проектировщикам и строителям, которые строили этот стадион. Потому что запас металлоконструкции с прочностью, он имеет сегодня возможность дополнительно нарастить без перестройки. Это, конечно, очень облегчило нам работу и очень удешевило стоимость. Насколько должен быть у меня на углу? Не могу точно сказать, по-моему, порядка 12 градусов, до 12 градусов. Вы сказали, что болельщики основные по метро будут приезжать сюда, а дорога от метро к стадиону сейчас очень невзрачная. Вот как-то ее, может быть, стоит обустроить? Безусловно, она будет обустроена, безусловно, будут вот эти пешеходные связи обустроены и удобно будет добираться до стадиона. Спасибо.